Приветствовать. Тема нашей сегодняшней пресс-конференции – это роль международных организаций в Украине в очень узком таком контексте. Не так давно широко обсуждалось в интернете заявление представителей партии региона о том, что международные организации финансируют или готовят волнение аналогично тем, которое сейчас происходит в Северной Африке. Обвинения прозвучали в адрес целого ряда международных организаций. Мы пригласили просто общественных деятелей, представителей различных общественных организаций со следующим вопросом. Правда ли, что международные организации такие упыри? Правда ли, что они готовят весь такой кошмар? Если нет, то шо цебуло? Все как обычно. Мобильные мы выключили. Вначале мы предоставляем слово нашим уважаемым гостям. А после этого спрашиваем. Нет, мы еще не начнем мобильные. Кто начнет? Оля, давай начнем. Не, не, не. Ну ладно. Я так сподіваю, что все люди, которые пришли, то они, власне, перед историей этого эпизода, я считаю, абсолютно ганебного для Украины, все знакомы. Все произошло очень просто. На каком-то региональном или провинциональном ток-шоу глава фракции партии регионов в Верховной Раде, пан Ефремов, сказал, что СОРОС финансовывает подприемницкий Майдан и готовит каких-то там мальчиков, которые будут в Украине делать революцию на кштальт того, что есть сейчас в Африце. Ну, властиво, что такая заявка, вона в уст народного депутата, головы фракции, людини, яка разработает законы, яка за них голосует. Ну, мала бы спочатку мать какую-то юридическую складовую. Тобто, если у тебя есть доказы или аргументована подозра, вот генпрокуратура, вот помечник, который тебе напишет заяву, додавай документы, официально регистрируй свое подание до ГПУ, а тогда выходь на пресс-конференцию. А иначе вышло так, что кто-то кое-где у нас порой, что-то там такое делает нехорошее. И ж смотрите, мне это просто нагадало недавнюю историю в Белоруссии и в России, когда, власне, присувание, а в другой способе назвать нельзя, что делала влада и там, и там, а громадских организаций началось, або с выступа, как это было в России, парламентаря, если я не помиляюсь, комуниста, что надо их проверить, або в Белоруссии, что их там, значит, звинуватили фактически у подривной деятельности. После того, достаточно быстро, громадское поле было очищено от, будем сказать, слабкодухих громадских организаций, которые не понравились владею в любой способ. Там способи и причины выгадывались на лету на ходу. Мова была про то, чтобы так звалий громадский сектор полностью ставь под контрольной владею, и на том, что громадянское общество было успешно побудовано в братней, вернее, в союзной республике Белоруссии и Россия. У нас, это мне напомнилось еще, знаете, вот кто постарше, тот помнит, в Советском Союзе, когда дорог шла в горилках, або еще что-то, в газете «Правда» появилась статья про то, как дядя Сем нехороший и поганый, и весь международный империализм, что-то хочет Советскому Союзу поганый сделать. И вот тот, значит, нарез, который был в передаче, который провел Роман Скрипин с паном Быстрецким и паном Чечетовым, там была вставка с того ток-шоу, мне просто напомнили, кто такой, где у нас порог. То есть, в общество вкинута идея про то, что гражданские организации, они поганые, их финансуют какие-то нехорошие люди, сорос тут выбраний абсолютно не дарма. Эксплуатуруется идея финансового спекулянта, глитая, буржуя, гада и так далее. Ну вот дядя Сем, только дядю Сема теперь называют Джордж Сорос. Ну, для доведки я могу сказать, что фондом Сороса сейчас Джордж не керует. Керует его сын. И там произошли певные изменения в политике фонда, и эта политика стосовно сприяния политической деятельности, раньше это было табу, а сейчас это подвейный табу. Если кто-то в фонде «Видроджение» скажет не в правильном контексте политика, слово «политика», то больше в фонд «Видроджение» та людина не зайде. Вони шалено бояться взагалі торкатися політичних питань. Причому навіть тоді, коли це стосується громадської діяльності, посилення впливу гром суспільства, журналістики и так далее. Тобто це маячня. Бестриский був абсолютно правий, коли назвав це психопатологией. Тобто вот те, про що на Майдані ми писали вже роки-два тому, що це просто божевільна влада. Вот так воно і вийшло. Сьогодні, до речі, хто ще не прочитав «Рому, чайку», «Авитаминоз», вот такая статья. Дуже раджу. Цікаво, весело, і все росте. Нет, це на ТСН. В його колонці на ТСН. Вот. Що це ще може означати, окрім загрози громадським організаціям, тому що подальший план розвитку подій, він дуже простий. Якщо якась громадська організація там задовби той чи інший орган влади якимись запитами, моніторить його, вказує на некоректну, незаконну поведінку того чи іншого урядовця-посадовця, значить, такій організації чи таким активістам клеїться ярлик «Мальчики Сороса», як ото було, чекаські «Мальчики», пам'ятаєте? Таке лайливе було визначення для економістів. І до нього приставляють пожежника, міліціонера, податківця, СБУшника. Ну і все закінчується прокурором. А далі, як карта ляже, тобто фактично, отака п'ятерка може паралізувати діяльність будь-якої громадської організації, і не тільки громадської, і бізнесу, і все, що завгодно. Приблизно, як казав Азаров, по-моєму, 2003 року, він сказав, що йому вистачить три дні для того, щоб знищити будь-який бізнес в цій країні. Будь-який крупний бізнес, от тільки податківці можуть за три дні. В п'ятьох вони впораються іще швидше. Другий момент, на що б я звернув увагу, це доктрина національної оборонної політики. Там є такий дуже цікавий пасаж про матеріальну і моральну допомогу з боку іноземних осіб і установ політичним партіям, до речі, і моральна допомога, це взагалі, політичним і громадським організаціям, які не подобаються владі. Це загроза національній безпеці. І з тими організаціями, і з тими донорами треба розбиратися в режимі маски-шоу, або, ну, от як спецпідрозділи МОСАДу викрадають людей, да, от так от, по-простому кажучи. Оцей момент є дуже, такий, я б сказав, ну, воно взагалі виглядає дикістю. От те, що було сказано, потім адвокація Чечетова, яка була, ну, якщо хтось бачив всю передачу, це у Катайка, коли людину кажуть, ну, от, скажіть, от ваш керівник сказав, що сора, стра, та та та. А от вони кормяться з руки Березовського. І от так от хвилин 10. Тобто, тут уже не метафори, тут дійсно клініка якась. Просто клінічний. Або їх так, значить, от програмують, що вони виходять, і він не чує, що він каже, він не чує питань, він просто, а вони з руки Березовського. Так тут вже ми про Сороса. Ні. От з руки Березовського і все. Ну, Віктор, поставлена задача, а аргументів не хватає. Я не знаю, чим вірити. Чому ж, власне, з самого початку прозвучала фраза «шизофренія», як і було сказано? Тому що одній з ознак шизофренії – це втрата зв'язку з реальністю. І агресія тоді, коли реальність дає про себе знати не в той спосіб, в який шизофреник хоче. Оце фактично так і є. Я не знаю, можна подключатися. Я не знаю, как, но у мене другое наблюдення, другие. Я сьогодні тож пересмотрела с Романом Скрипіним диалог Бестритського і Чичитова. І перед цим вони показали источник, перший источник, о том, где і як заявив це Ефремов. І ось що інтересно мені показалося. Помніте, зараз ідет фільм, дуже популярний фільм, і все, наверное, з інтернета скачують його. Назвається «Теорія лжи», де головний герой смотрит на человека, смотрит на мимику. І сразу знає, чоловік врят чи нет, чоловік виновен чи не виновен. Потрясающе. Це буквально научні такі наблюдаю, потрясаючий фільм. Так вот, там була така примета, що якщо чоловік врят, він моргає. І я з тих пор, особливо на Шустрі, чи де-нібудь, коли інтерв'ю смотрю, якщо чоловік заявляє щось і моргає, я зразу вспомінаю цей фільм. Так що інтересно, Ефремов, я сьогодні смотрела, і Ефремов, коли це говорив, він моргав. Я не хочу обвинять його, що він правду говорить або врят. Я просто вспомнила вот таку примету. І ще, що мене поразило, таке впечатление, що і Ефремов, і Чечетів, коли об цьому говорили, вони були іспугані. Таке, у мене залишилося впечатление, що вони немножко іспугані були. Що це таке? Ну, самая-самая банальна, наверное, ситуація. Поставлена задача – мочити третий сектор. А як не совсем, все знают. За 20 років, коли я працюю в третій секторі в общественному движіні, таких наїздів на общественні організи вже було не один раз. І в тому числі на того ж самого Сороса. Значить, це кому-то для чого-то треба. І ця ситуація с Соросом теж кому-то для чого-то треба. Давайте проаналізуємо, кому бы это понадобилось. Вот эта ситуація, которая опять хочет дискредитировать третий сектор или общественные движения. Кто у нас поддерживает президента и поставил его на престол? Крупный бизнес – олигархи. Как правило, сейчас особо их не трогают. Кто у нас поддерживает оппозицію? Малый бизнес. Кто у нас поддерживает справедливость, общественность? Поддерживает громадській організаций. Вот что получается. Олигархів почти никто не трогает. Малый бизнес поддерживает оппозицію. Нате вам налоговий кодекс. Пожалуйста, чтобы вы просто хотят уничтожить малый бизнес, чтобы меньше поддерживали оппозицію. Громадський рух. Кто поддерживает, кого поддерживает общественные организации? Как правило, выступают за справедливость и защиту каждого человека. Давайте уничтожим их. Зачем нам демонстрации? Зачем все это нужно? Это я, мнение, это не моя идея. Это я услышала уже при обсуждении. Это чье-то мнение из общественных лидеров. Они высказали вот такое мнение. И здесь я полностью согласна. Сейчас кинут вот этот сорос, как камень раздора. И давайте посмотрим, что будет. И вот сейчас они изучают. Вот они забросили информацию и изучают. А как же будет общественность реагировать? Реагирует сразу, конечно, очень резко. И Чичитов говорит, а раз мы сказали, они все возмутились, значит, это правда. Да наоборот. Меня, например, когда я это услышала, настолько возмутила эта информация, она настолько неправдивая, что, ну, будь рядом Чичитов, я за свои действия, вернее, Ефремов, я за свои действия бы не отвечала. Понимаете? Настолько это возмутительно. Вот поэтому люди и возмущаются. Потому что это неправда. Но, скажем так, для чего это надо? Я повторюсь, для чего это надо? Виктор, как ты думаешь, для чего это надо? Ну, все мы понимаем, что сейчас, при том, что происходит в стране, волнения не нужны. Волнения не нужны на экономической почве, на политической. Давайте, для того, чтобы они не думали, сколько стоит сегодня гречка и крупа и все остальное, давайте мы подкинем им немножко другую идею. Это очень банально и очень просто. Это, ну, может быть, кто-то не согласен, но я считаю, что это просто, чтобы отвлечь внимание общественности от того, что происходит на самом деле в нашей стране. Можно все, конечно. Значит, ну, окрім загаданного, пані Олею, податкового кодексу, на нас чатує все небезпека кодексу житлового и кодексу трудового. А там ці два кодексу будуть стосуватися значно більшої кількості людей. Практично всех. Ну, окрім отих олігархів, яких взагалі нічого не турбує, окрім як ездять на Ламборджина, и биться об свої заправки насмерть. Ну, хорошо погуляли, я думаю. Круто. Вот. Властиво, что завжди есть переважная большинство людей пасивных обережья. Есть люди активов, протести будуть проти житлового и трудового кодексу, хоть тігіпку став, хоть тігіпку жени, хоть, я не знаю, хоть Господа Бога постав на позицию тих, хто будуть проштовхувати цю заразу, люди будуть висловлювати свою незгоду. Якщо заздалегідь вкинути вот такую вот качечку, что вот это все придумал Черчилль в 1918 году, можливо, большинство тих людей с числа пасивных, которые, может, и вышли на протести, с числа тих людей, что мают больший век, не таки молоді, они за автоматизмом Совковским згадают про дядю Сема, про международный империализм, Джордж Сорос, значит, диверсант главный, и поддерживают от этих протестов. Это, как один из вариантов. Есть еще гипотеза суто политичная, конспирологичная. Вона полягає в том, что в партії регионов склалися два таких фундаментальных напрямки. Одне – это просто отбиток клинических психопатов. Вот у Роми прекрасная фраза прозвучала «Синдром Болдерева-Чечетова». Это можно давать в подручники для психопатологии, там даже можно и маркер найти якийсь соматичный. Ну, туда еще Колесниченко додать, картина будет абсолютно клиническая. Есть люди, которые более помиркованы, они имеют тот же самый напрямок, они тоже хотят, какомога, больше соби забрати, но они еще остаточно не сгубили связок с реальностью и видят, до чего эта политика идет. Ее продолжение пиде на зло и першим, и другим. Только перших спишут на психов и в дурку закриють, а с другими будут вилами разбираться. Ну, кто не втечет, тому точно будут вилами. И ця их перспектива не очень радует. Они, мабуть, как я так чувствую, просто хотят взять керувание цією партією, цією владою в свои руки. Тобто вести более аккуратную политику, принаймні, не поводить себя, как маленькие дурные дети, там, где небезпечно. Тобто, два пальца в розетку, там, подпалювать газ, включать, там, багаття в хаті распалювать. Вот они, перші, це роблять. Другі, почали розуміти, что они так и дограются, и газ выбухнет. Вот. Третий еще момент геополітичный, або зовнишньополітичный. Ця штука прозвучала, как раз вот тут, когда Путин приезжал, митный союз, и так дальше. Властиво, что, и в цьем контексте, можно тоже, вот, полювание на ведьм, разглядать, как певную пересторогу політичным опонентам, вернее, заклик колебаться с лініей их партии, а не своей. Вот. И самое главное, что в цьем, неприятно, запахло совком. Вот так запахло, что я уже, мабуть, навіть від Вітренка с Симоненкою таких бздур не чув. Я перепрошую на таким, значит, непарламентским слове. Ну, вот такого навіть вони не казали. И, когда говорят, что партия регионов это партия крупного капитала, не верьте. Это коммунисты, которые дорвалися до безкарного распоряджения всеми ресурсами кредита. Вот и все. И только в одних вистачает клепки еще что-то делать, но так получилось. Ну, кто-то там только бейсбольною битой працювал, кто-то языком, а кое-кто там фабрику побудовал. Ну, несчастный випадок. Им шкода того, что они побудовали. Они что-то умеют делать в жизни, окрім как отнимать и делить, або кнопкодавить, до речи. Это же тоже. Воно как-то дивно получается, что там поганый ссор, тут поганые громадские организации, а те, что они фактично шахраюют в Верховной Раде, голосующие за себя того парня еще шесть у нас есть просто документальные кадры с таймстампами. Одна людина примудряется голосовать за шесть. Это просто фальсификация. Нет, это не надо, про это не надо говорить. Это нападки на владу, это нехорошо. Давайте поговорим, какой плохой ссор. Вот это хорошая тема для разговора. Вот такое. То есть манипуляция в режиме истерики и психоза. Скорее за все ничего доброго не закинчится. Если у них не хватит или по дороге перепрограммуют, или дадут нюхнуть чего-то кроме того, что они и так нюхают, значит, они поменяют платежу и будут нести с тем же остеревновение глупости. друзья, это это есть фактор загрозы внутренних катаклизмов, выкликанных реакцией на лінію партии, абсолютно безглузду, абсолютно шкодливого для суспільства, для бизнеса, для всего, кроме небольшой купи олигархов, которые просто звольнены от этой страны. Они живут просто окремо, как и всю практику наследуют народные депутаты, прокуроры, милиционеры с бейсбольными битами, да, ну вот так вот, все хотят быть свободными и в тот же час говорят, что вот те организации, которые обстоят, гражданское суспільство, верховенство права, законность, справедливость, это не хорошо. Тобто воля вона для своих, для всех других, закон, буцегарня, тортура, все причитающиеся к этому удовольствию. Все. Спокойно, спокойно. есть выражение, что дома без огня не бывает, все-таки, если они что-то такое сказали про Сороса, все-таки, ну вот, где-то в общественности уже бытовало подобное мнение, да, то есть, на ваш взгляд, есть ли в Украине сейчас подобные организации, да, есть, безусловно, общественные организации, которые созданы гражданами по своей инициативе, отстающие определенные интересы общественные, но есть же организации, которые действительно проплачены. Уточнюю еще питание, что такое проплачение? Которые финансируются определенными финансовыми или политическими организациями? Так, скажите, будь ласка, вы никогда не цикавились, сколько у среднестатистического чиновника нашей губернатории в кишени находятся громадских организаций? Нет. Штуки 2-3? Нет. Можно я? Вот. Оце вот называется проплачение. А организации, которые подают проекты до донорских организаций и отримают грантовое финансирование, они не проплачены. Это примерно так, как вы сделали материал, вот как фрилансер, журналист, подали в одну газету, на другой портал, на телевизор, там, где взяли, там вам заплатили гроши. Вы проплачены или не проплачены? Нет. Платили работать. И вот так же точно проект и тот внесок, который является профессиональным, адмініструвание, послуги сторонних фаховцев, гонорари тренеров, гонорари экспертов, оно все в проекте пишется. Если вы когда видели стандартный проект Freedom House, бюджет, або бюджет фонда отроджения, где там все написано, там ясно, что на что идет, а в самом проекте поясняется, нафига эти специалисты, и почему им столько денег? Можно я отроджение? Стоп, Диктуйте свою политику. Сейчас, секундочку, сейчас. Нет, нет, если вы посмотрите на все видения фонда отроджения, вы побачите, что фонд отроджения не диктует политику, Быстрецкий это не одноразово заявляет. Можно я включусь? Хочу чуть-чуть трошечки. Я хочу добавить к вашему вопросу. Хочу добавить насчет проплаченных организаций. Виктор намного ошибся, когда сказал, что у каждого руководителя города, партии, депутатов мы подсчитывали, особенно во время предвыборных компаний, 10 своих общественных организаций, которые они финансируют и которые создают ему имидж. Вот они действительно проплачены и таких очень много. Что касается тех, которые работают, я знаю, что вы хотели спросить. Скорее всего, те организации, которые живут на гранты. Это же слово живут на гранты, это просто такое слово. Так вот, я вам скажу, больше всего грантовых денег получают у нас вузы на Асвиту. Я могу сказать, тот же фонд Сороса несколько лет назад, мне запомнилась цифра всего лишь, когда я видела, сколько кто был профинансирован, оказалось, один из наших вузов известных получил в течение года 180 тысяч долларов. Вуз, не общественная организация. Общественная организация не может получить такие деньги. Самые большие деньги, которые получают на год, на два общественная организация от фонда Ведроджиня, это 10 тысяч. Но до 20 тысяч это надо. Но для того, чтобы выиграть этот грант, написать проект, который половина кандидатской диссертации. Это очень сложно. Это конкурс. Грант это конкурс. И мы или выигрываем, или нет. И никто не диктует. Это настолько смешно. Если вы даже сами почитаете условия этой анкеты, которую нужно заполнять, этого не может быть. Если поддерживают инвалидов или поддерживают у нас сейчас ромов поддерживают очень модно. Ну цыганы. Как мы говорим, поддержка ромов. Но посмотрите условия этого гранта. Где там могут быть условия. Грантодатель диктует условия. Поддержать их, дать им по возможности образования помочь. Помочь им самоорганизоваться. Это все диктование условий. И точно так же все другие. Поэтому то, что не диктует условия, это точно. И то, что не только общественные организации живут на гранты, но живет наша власть, которая очень часто ездит в учебные поездки, ту же самую Польшу изучать местное самоуправление или какие-то другие поездки в Америку, куда угодно, они ездят на гранты того же самого Сороса, но почему-то этого никто не видит. Видят только общественные организации, и те копейки, которые получают от фондов общественной организации, на это сопротивление или наступление, не знаю, как там сказано, не построишь. Это, по-моему, то, что вы имеете в виду, и что имеет в виду Ефремов, это совершенно другие потоки. это абсолютно не через общественные организации никак не могут пройти. миллион разделить на 20 тысяч, а 20 тысяч это просто верхняя риска, чего можно отримать в рамках конкурса, порахуйте, сколько организаций потом из этих 20 тысяч никак не выйдет так, чтобы схитровать и вытягнуть больше пятерки. Такое финансирование человеку, который это делает, можно сказать, что его до бизнеса, до денег нельзя, это марно тратство. Ефремов мав на увазе так называемые коробки из-под ксерокса, с долларами. Вот, но если он мав на увазе и мав факты, то в прокуратуру. А тут то, что он сказал, просто показывает неквалификованность, не с надня темы и просто истеричность. И тут еще один момент, он связан с тем, что неможливо действительно через громадскую организацию это сделать. Потому что громадская организация изветитит за грантовые деньги перед грантовым, а будь-який грантовый заявит запланированная конференция. Вот сейчас у меня такая ситуация. У нас будет презентация. Так вот, мы должны на каву-брейк предоставить даже чеки. Понимаете? Чеки. Сколько кофе мы купили, сколько печенья мы купили, сколько мы воды купили. поэтому финансировать какую-то подрывную деятельность вот таким образом не смешить. Еще один момент стосовно грантов. Вы знаете, что у нас есть державные гранты? Знаете, да? А вы знаете, есть такая контора, раньше она называлась Министерство молодей и спорта, да? Ця контора регулярно протягом пяти роков финансовала КВН. Грантовала вот КВН у нас оно само по собі прибутковое занятие, да? Так еще и гранты держава давала на это. Оце вот непідрывная деятельность, это не марнотратство, это разумное распоряджение сообщественным гаманцем. Вот. Это подвийные стандарты, просто. Просто подвийные стандарты. Спасибо. Позволь себе несколько вопросов. Во-первых, вы связываете подобные заявления со встречей Путин-Янукович. Не связываете ли вы эти выступления больше с конференцией, которая прошла 13-го в Киеве в Доме Учителя? Какая? Вот это там, где Королевская была. Нет, учитывая то, что я даже не слышал. Вперед или что-то такое, Виктор? Эти четыре этапа общественного наступления. Где было заявлено, то уже 15 мая начинается Майдан-3. Щит гнева, что там что-то такое. Да. Значит, я, как и партия регионов, вважаю, что протестный рух, громадский протестный рух, подпорядкованный будь-який, даже самая золотая политическая партия, это профанация. Они реально боятся, что паня Королевская, очень энергийная и разумная женщина и политика, сможет объединять протестные настроения не только предпринимателей, это ее зона ответственности, так сказать, но и сможет добавить туда и лекаря, и вчителя, то, что называется электоральная база партии регионов. Дискредитировать эту идею, благое дело было бы на месте регионов, может, не так по-дебильному, но я серьезно делал какие-то вещи против, потому что это действительно загроза размыванию их электората. Про кодексы я уже сказал выше, и поэтому оно так нашаровывается. Все в связи с этими заявлениями, которые не могут быть на пустом месте, господина Ефремова, можно ли предположить, что в ближайшее время начнется зачистка ГО, можно ли предположить, что кампания против любых организаций, высказывающих публичное недовольство, начнется системно на государственном уровне? То есть публичное и системно? Ну, может быть, я начну, ты продолжишь. Но, Дима, все может быть. Начинается предвыборная кампания. И тут все средства хороши. Но надо, чтобы те, кто недовольны, особенно передавая часть громадянского суспильства, это молодежь, ну, надо как-то их придавить перед выборами, потому что понятно, что они не будут голосовать за ту власть, которая сейчас. Вот на них и кинули вот эту кость. Понимаете, Сорос, наверное, и сном и духом не знает об этом. Понимаете? Да, конечно, они просто другого ничего не знают и кинули, хотя Сорос здесь ни при чем. Здесь просто начинается кампания передвыборная, как бы нейтрализовать громадянское суспильство, молодежь, активную часть молодежи общественных организаций. Белорусский вариант в Украине возможен или нет по отношению к общественным организациям? На мой взгляд, нет. Почему? Почему? Я же говорю, что я уже 20 лет в этом движении и я знаю, насколько сильны у нас и много общественных организаций, аналитических центров, особенно в центре, особенно на Заходе и, как ни странно, в Крыму и на Востоке, в том же Донецке. И просто невозможно, они не допустят того, что в Белоруссии. В Белоруссии не дали создаться широкому кругу сильных общественных организаций. Их там давили каждый день. у нас периодически иногда забывали за это время все поднимались, понимаете? А там постоянно, и поэтому они не смогли набрать такую силу. У нас все-таки... Нет, я не буду говорить за Россию, хотя очень хорошо знаю, и недавно была в Пензе на третьем международном конгрессе общественных организаций и видела, что там происходит, но это другая тема. Если говорить об Украине, то все-таки белорусский вариант на мой взгляд невозможен, потому что у нас достаточно сильных общественных организаций, которые связываются между собой различными маржами по темам. То есть коммуникация в них действительно очень хорошая, но она тематическая и в основном на поддержку реформ, на реформирование различных областей в Украине. Но если будут обижать какой-то из этих организаций, мы всегда придем на помощь. Поэтому так вот быстро стереть лица земли не получится. Я могу додать еще один момент, что Россия, что Беларусь это достаточно гомогенное средовище в суспильном плане, в политическом плане и так дальше. Украина очень разноманітна. Я собі не уявляю массовую репрессию против общественных организаций на Львовщине, Тернопольщине, Франківщине, на Волине, в Закарпатті, до речи. Хоча там ситуация 50 на 50. Там есть шизофрения и русинство, а есть нормальные общественные организации. Да, Донецк, Луганск, до речи, Луганск взагалі лидер по кількости общественных организаций в Украине. Їх більше, ніж в инших областях. Як вони це будуть душити, я тоже не розуміюю. Есть еще один важель, который стримует. Это кто будет душить. До техпех, пока в податкевцах, ГБ и других есть ситый клиент в форме недобитого бизнеса, из которого можно злупить по легкому бабу, они не будут мурцувать громадские организации иначе способом, как спустя рукава. От когда уже совсем все вкрадут, совсем все однимуть бизнесу, но тогда громадским организациям придется тяжело. Надо что-то кушать. Вот такое. Можно дальше? Прошу. У меня вопрос к Виктору Граберу и с переходом к Виктору Гарберу. Вы говорили о давлении на общественные организации. А скажите, в течение февраля месяца неоднократно я слышал здесь призывы и прогнозы о том, что в Украине будет развиваться ситуация по египетскому варианту, будут революции. Вы также сказали о том, что в фонде Сороса боятся просто говорить о политике. А естественно ли у вас заявление 3 февраля Сороса о том, что он готов финансировать, во-первых, поддерживать эти события и готов финансировать журналские организации. И кто был директором отделения фонда Сороса в Украине до недавнего времени? Это первый вопрос. И потом какие-то позвоночники? Значит, справа Сороса... До недавнего времени? Я розумею, про что мова идет. Значит, справа Сороса распоряжаться своими грошами. Это первое. Другое. Стосовно поддержки политических сил в Украине с боку фонда отручения, я про это не знаю. Стосовно виконавчого директора Григория Немиря, я помню, кто был виконавчим директором до Евгена Бестрицкого. Григорий Немиря. Абсолютно правильно. И был непоганий виконавчий директор. Принаймні передача справ не закінчилась для него втратой репутации. А если продолжить всю линю натяков сделанных паном Ефремовым, то получается, что первая человек, то есть виконавчий директор и плюс бухгалтерия фонда есть корупционер. Они отказ страшенную купу денег и раздают на политические дела. Я відповедально говорю, что если вы прийдете в фонд и скажете мне нужно на партизанскую деятельность, на революцию и так далее, на вас подивляться как на идиота и скажут очень шкода, что у нас нет примусового помещения в психлекаре. Идите кудись подальше. То есть заяв натяков про то, что фонд отроджения что-то там незаконно делать, все закинчивается паром свисток. Чомусь никто, кто мав какие-то там информации, доказы, аргументы, чомусь не реализовывал их в законном передбаченном порядке. Заяву в ГПУ, доведение справы до суду, там, че розкрадание, че нецельное використание коштев, чогось цього не было. Всем значно легче сказать, вот там вот Сорас, вот там вот революция, вот тут вот у нас тоже что-то не так, а там Березовский с руки кого-то кормит, ну, це ж детский лепет на лужайке, це ж гроши, вони ж це ж кенеч, ну. Щет любят. Спасибо, Ольга. Козьми Рожки, вопрос. Ну, в принципе, вы вместе говорили о давлении на общественные организации, а вот скажите, можете привести пример? Вот здесь в декабре месяце была пресс-конференция на Масте, и название было, то есть Виктор, Юрий Кальченко, в Киеве мы репетировали смену власти и захват кабинета министров. Скажите, в правовой государстве полностью это слово возможно или нет? Нет. Я просто для примера написал, сколько там статей нарушено. Нет, это не ко мне вопрос. И дополнение, вот вы говорите о киске на давлении на общественные организации, а с другой стороны вот Громадская Рада Брехога это не является или примером? Если мы вспомним сейчас постановление минуточку постановление по развитию громадянского суспільства как ни странно они были приняты при инакомниче 2004 был премьер-министр 2007 вы помните и последнее 1996 это вопрос Это действительно потому что громадскими радами и постановой 1378 1302 10 и 996 занимаюсь я наша организація фахово этим занимается уже несколько лет что я могу сказать одними одними из причин ну вона дребна потому что про всю всю дияльность уряду стосовно развития громадянского суспільства знают ну может три сотни людей на всю Украину ну ктось цікавится ретельно цією справой значит это что 966 это такое лейно которого не было даже в том что написала Юлія Володимировна в постановах 1302 и 10 которые были ухвалены в абсолютно незаконный способ они не пройшли громадские обговорения они были приняты втихаря а это все просто называется спихотехника формирование громадских рад 137 организаций в громадской раде 150 я не знаю я заступник головы громадской рады при харьковской областной державной администрации поэтому дозвольте я все таки ну а я був членом громради только раньше я членом громадской рады была и при министерстве и по местному самовременованию комитет Верховной Ради и так далее это было зараз мы спробуем спробовали створить и створили громадскую раду при виконавчому органі приход и туди входить 170 организаций мы тоже думали а как же працювать очень просто сейчас разбилось на 12 комитетов и в комитетах по местному самовременованию яке трошки так все життя меня это питание цикавит я с этим комитетом працюю там всего 12 людей а 12 людей фахівців які щось можуть сказати запропонувати по лінії місцевого самоврядування це вже можна працювати є комитет по молоді і так далее починають всі працювати цікаві були громадські обговорення навчання якраз в Харківській області на мій погляд не тому що я працюю там а на мій погляд поки що іде все добре нормально і гладко побачимо результати але за три місяці ми ще не можем показати ці результати але але я думаю якщо піде і далі так робота то ми щось зможемо сказати ніякого тиску нічого зі сторони влади зовсім немає наприклад ці наші пропозиції по молодіжної політиці по місцевому самоврядуванні це ми передаємо профільні комітети профільні депутатські комісії і вони повинні це розглядати і потім або будуть рішення або не будуть рішення це ми ще не знаємо так що сподіваємось що в Харкові ця рада буде працювати але на жаль по всій Україні не така картина ми пам'ятаємо буквально на тому тишні був такий скандальчик невеликий коли при МЗС Міністерства закордонних справ коли громадську раду там очолив поміщник Аделаджа захватили чомусь навіть в цей комітет для чого він їм потрібен це зараз дебатують дискутують і на фейсбуці і скріз є і такі приклади є приклади де тільки провладні громадські організації ввійшли в цей комітет у нас різні і провладні є і багато чиновників навіть є яких є свої громадські організації такі теж у нас є громадській раді але поки що вони працюють на справу на якусь проблему поки ніякої політики ніякого давлення заклики повалення влади є карний злочин що-небудь треба ще казати є стаття є визначення що це таке якщо це типу хепінінга і дурки всі дуркують депутати дуркують політики дуркують можуть і молодь трішки подуркувати як мистецьку провокацію контексту я не знаю якщо там прозвучали заклики до насильницького повалення влади це карний злочин не влади режиму політичного режиму режиму не-не-не-не є є те саме є чітке визначення карного кодексу там нема слова режим там є все написано є дівчата уважаємо дамы і господа я так розумію що у моїх колег вопросів більше немає ми благодаримо наших уважаємих експертів спасибо я сподіваюся що все не пойдет по худшому сценарию